Доброе утро коллеги с вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день пятница 1 декабря первый день зимы с чем вас всех поздравляю начнем наш обзор как всегда с пары евро доллар по паре евро доллар вчера мы смогли закрепиться выше максимальные значения которые были сформированы 29 ноября сейчас значит переходим снова фазу роста по данному активу с целями движения сначала в область 1.1930 и далее уже на отметку 1.1960 после этого уже открываются следующие цели движения на 1.2090 возврат к продажам а значит продолжение исходящего тренда произойдет в том случае если мы увидим пару евро доллар ниже минимальные значения которые были сформированы 30 и 29 ноября а именно область 1.1809 пара британский фунт американский доллар продолжает свое восходящее движение ближайшие цели это закрепиться выше отметкой 1.3560 и далее пойти на 1.3606 возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений в области 1.3407 пара американский доллар канадский доллар также продолжает свое восходящее движение подошли к среднесрочному уровню сопротивления в области 1.2908 вблизи которого вчера и торговались практически весь день на текущий момент ближайшие цели это закрепиться выше отметкой 1.29 и далее пойти на 1.2960 ну а в том случае если мы увидим канадец ниже отметка 1.2850 то уже вероятно начало коррекционного нисходящего движения по данной паре с целями на 1.2799 и 1.2750 пара американский доллар японская иена продолжать свое восходящее движение ближайшие цели это закрепиться выше отметки 112.69 и далее уже пойти на 113.90 ну а возврат к продажам будет актуален после преодоления отметки 111.73 минимум который был сформирован вчера пара австралийский доллар американский доллар продолжает свое нисходящее движение цели это закрепиться ниже минимальной значений 29 30 ноября это область 75.55 ну и далее уже пойти на 75.30 возврат к покупкам а значит и продолжение восходящего движения уже произойдет в том случае если мы видим австралийцы выше отметки 75.94 евро фунт на текущий момент также продолжает свое нисходящее движение ближайшие цели это закрепиться ниже отметки 87.68 ну и далее уже пойти на 86.49 возврат к покупкам а будет актуален после преодоления максимальной значений в области 88.39 максимум который был зафиксирован вчера золото продолжает свое нисходящее движение после преодоления минимальной значений 28 ноября тенденция на ослабление золота сохраняется вчера доходили до минимальной значений в области 1270 долларов за тройскую унцию ну а следующая цель это 1260 возврат к покупкам а значит продолжение восходящего тренда а произведет в том случае если мы увидим золото выше отметки 1285 долларов за тройскую унцию цели по движению будут область 1307 нефть марки бренд последнюю торговую неделю торгуется в боковике пока в рамках часового таймфрейма тенденция преобладает нисходящая но в том случае если мы видим закрепление выше максимум в которые были на этой неделе выше области 64.04 то уже вероятен возврат к покупкам и продолжение восходящего тренда по на нефти ну и соответственно увидим завершение данного боковика а по индексу dax сегодня с утра а мы видели торговлю по индексу ниже минимале значение которые были сформированы вчера уходили за уровень 13 тысяч 14 ну и также вчера мы не смогли обновить локальный максимум поэтому по индексу dax пока боковое движение также преобладают с большей вероятностью начнется коррекционное движение с целями на отметку 12 тысяч 839 ну а продолжение уже покупок точнее возврат к ним мы сможем рассматривать после преодоления максимальной значения в области 13 тысяч 177 ну и bitcoin вчера мы не увидели обновление ни локальных максимумов ни локальных минимумов волатильность по инструменту снижается вчера максимальное значение до которого доходили это отметка 10 тысяч шестьсот шестьдесят два минимально 9200 на текущий момент после быстрого движения на рынке может произойти коррекция но более точным этом можем говорить после преодоления минимальной значения которые были вчера в области 9200 если bitcoin сможет закрепиться за этим уровнем то вероятность более продолжительной коррекции на будет приоритете и так коллеги всем спасибо за внимание с вами был саков роман как всегда напоминаю если данное видео было для вас полезным то обязательно ставьте лайк если у вас есть вопросы то пишите их в комментариях всем желаю хорошего торгового дня и увидимся на следующей неделе